Бывают странные сближения статьи. Вопросительный знак бывают странные сближения. Юрий Поляков и Александр Солженицын. Контексты творчества литература, библиосфера, студии. Теги, Михаил Голубков, Юрий Поляков, Александр Солженицын. Каждый литературный период имеет условную веху, отталкиваясь от которой можно увидеть начало нового качества, которое дальше становится доминирующим, определяющим и проблематикой. И особенности художественного языка. В современной литературе такой вехой стали три повести Ю. Полякова, Чрезвычайное происшествие районного масштаба, 1985, Работа над ошибками, 1986, и Сто дней до приказа, 1987. Как же все тогда переплелось, в конце 80-х годов. И романы, начавшие, казалось, новую литературную эпоху, «Пожар в. Распутина, печальный детектив в. Остафьева, плахачья. Айтматова». И бабочкой перепорхнувшей через железный занавес на боков с его блистательной защитой лужина. И вал публикаторства, когда к читателю приходили задержанные произведения, созданные в русском рассеянии. Однако трем повестям Полякова, о которых спорили не менее жарко, чем о детях Арбата А. Рыбаковой белых одеждах Дудинцева, предстояло сыграть другую роль. Сверхзадачи романов Рыбакова, Дудинцева, Айтматова, Распутина, Остафьева при всей их значимости была принципиально иной, чем у повестей Полякова. Они завершали прежний период, давали ответы на вопросы, поставленные литературой второй половины Хаха века. А повести Полякова, напротив, открывали новый, современный нам, период литературного развития. Почему? Потому что они говорили запретную ранее правду, будто бы напрашивается ответ. Но ответ, увы, неправильный. А разве не правду говорил Роман Дудинцева о генетической школе и ее разгроме в сороковые годы? Неправду уговорил Рыбаков о судьбах Дитей Арбата? Или оставив в печальном детективе с его размышлениями о немотивированной преступности, об антологических корнях зла так уж неправдив? Да и вообще, критерий правды не самый достоверный в искусстве. Ведь и литература социалистического реализма даже в самый жесткий момент формирования соцреалистического канона имела свою правду. И колхозный роман 30-х годов тоже совсем иную, конечно, чем правда деревенской прозы 60-80 вопросительный знак Х годов, о которой скажут Ф. Абрамов и В. Белов спустя два десятилетия. Но он тоже имел свою правду так никогда и не сбывшегося идеала советской деревенской жизни, основанной на принципах добра, зажиточности и социальной справедливости. Так что не в правде дело. Литература, как ни странно это может показаться, не умеет лгать, она, если угодно, не знает неправды. Только ее правда не всегда соотносится с правдой протокола или черно-белой фотографии. Конечно, тогдашняя повесть ию. Полякова говорили правду, при том о запретном, о чем в СССР писать было нельзя. Поэтому они и валялись несколько лет в кабинетах военной и политической цензуры, увидели свет, когда сдерживать напор запретной литературы уже было невозможно. В романе «Веселая жизнь» или «Секс в СССР» 2019 автобиографический герой Полякова молодой писатель Полуяков оказывается автором двух непроходимых повестей об армейской жизни и о жизни комсомола. Впрочем, если он будет вести себя хорошо, то цензурные запреты можно и ослабить. Так что дело не в правде, а в том, что автор, человек молодой и глубоко укорененный в социально-исторических реалиях поздней советской жизни, писал не о прошлом, а о будущем. Он, пожалуй, оказался единственным реалистом позднего советского времени, который не скорбел о прошлом, но думал о настоящем и путях его совершенствования. И это принципиально отличало его от Распутина, который горевал об ушедшей деревне, показывая на ее месте невероятный поселок Бивуак, пожар, от Рыбакова и Дудинцева, углубившихся в сталинскую эпоху. Поляков же думал о том, как нужно изменить советскую жизнь, не сомневаясь в ее исторической правде и правоте. В повести «Сто дней до приказа» ставится вопрос о том, что неблагополучно в армии, что такое дедовщина и почему офицеров устраивает, что молодые солдаты становятся объектом жесточайшего прессинга со стороны старослужащих. И истоки этой ситуации Поляков искал не в культе личности Сталина и не в Ежовщине, а в современности, в эрозии морально-этических норм, затронувшей не только армию, но и общество в целом. В повести «Чрезвычайное происшествие районного масштаба» Поляков сумел уловить одну из базисных сторон советской цивилизации, которая и привела к ее гибели. Двоемыслие, представление о том, что можно говорить на комсомольском собрании и что дома или с друзьями, два дискурса, свободность о существующих в речевом и мыслительном обиходе, привели к тому, что именно комсомол стал инкубатором будущих постсоветских нуворишей. Бестыдно эксплуатируемые комсомольские мифологемы романтико-героического плана, например, Павка Корчагин как герой советской мифологии, и реальность аппаратных игр сформировали главное противоречие среды, которую исследовал Поляков. Размышляя о тех шагах в литературе, он с сокрушением писал, что люди его поколения были призваны не к созидательной деятельности, как, скажем, писатели 30-х или 40-х годов, но, скорее, к разрушительной. Его первые повести будто бы дискредитировали и подталкивали к краху важнейшие институты советской эпохи – армию, комсомол, школу. При этом их автор никогда не был антикоммунистом, противником советской цивилизации, который, по его же признанию, испытывал сложные, но невраждебные чувства. Но общая литературная история сложилась так, что вопреки авторской воле писательские усилия Полякова в сложной общественной картине тех лет совпали с усилиями тех, кто бодался с дубом. И здесь мы видим самые неожиданные литературные и общественно-политические контексты творчества писателя. Бодался теленок с дубом так назвала и Солженицын с огромной долей самоиронии книгу очерков в литературной жизни 50-х-70-х годов. Ироничность заложена в русской поговорке, которую использовал писатель, когда у теленка режутся рыжки, он чешет их о забор, о ворота, о дуб. И если слабый забор или старые ворота могут не устоять, то исход поединка с дубом предрешен, дуб не только устоит, но и не шелохнется. Однако самоирония Солженицына оказалась напрасной, теленок свалил дуб, победил советское мироустройство. Его архипелаг ГУЛАГ, его публицистика, его художественное творчество, созданные им образы Сталина в круге Первом и Ленина в Красном Колесе нанесли сокрушительный удар по советской государственной системе. Солженицын был не один, рядом с ним были его соратники, помогавшие писателю-подпольщику, невидимки, как он их называл, и политические деятели, подобные Сахарову, и писатели, подобные Шаламову, которые при всех политических и религиозно-философских расхождениях складывали усилия в общий вектор борьбы с дубом. Логика литературной истории бывает совершенно непостижимой, к вектору этих усилий прибавился и голос Полякова, принципиального идейного оппонента Солженицына. И его усилия были приложены к общей точке давления, дуб не устоял. Сам Поляков, размышляя об этом парадоксе литературной и политической жизни, говорил в эссе «Как я был колебателем основ». Драма в том, что наша писательская честность была востребована ходом истории не для созидания, а для разрушения. Почему? И могло ли быть иначе? Не знаю. Трудно представить более противоположные творческие индивидуальности, чем Солженицын и Поляков. И как всегда, между писателями, оппозиционными друг к другу как в эстетическом, так и в идеологическом плане, между ними есть и очевидная общность. Оба с детства знали о своем писательском призвании. И оба сумели реализовать свой творческий потенциал. Для обоих армия была очень важной школой, и каждый написал о своем армейском опыте. Солженицын обращается к нему в рассказах 1990-х годов, все равно, Адлик Швенкеттин, Поляков в повести «Сто дней до приказа». Конечно, опыт был разным. У Солженицына военный опыт командира звукобатареи, у Полякова вполне мирный опыт советской армии в весьма спокойные 70-е годы. Полуостров Даманский уже забылся, а Афганистан еще не грянул. Оба видели в писательской деятельности инструмент преобразования действительности, оба взыскали правды, обоим враждебно-политическая страсть. Обоим глубоко чужды постмодернистские представления о литературе как об игре, как о деле частном и несерьезном. Оба видят в писательстве несение высокого гражданского долга. У обоих есть потребность в публицистическом выражении своих взглядов, без которых часто не понять философскую концепцию их художественных произведений. Трехтомник публицистики Солженицына, вышедший в середине 1990-х годов в Ярославле, столь же важен, как и публицистика Полякова, например его книги «Государственная недостаточность», «Созидательный реванш» или «Россия в откате», названная так с явной отсылкой к публицистической книге Солженицына «Россия в обвале». Оба не боятся, но, напротив, ищут самых острых политических тем. Все эти сходства перечеркиваются противоположными политическими представлениями. Солженицын убежденный антикоммунист, уверенный в том, что коммунистический проект губителен. Это убеждение, вынесенное из военного опыта и многократно усиленное опытом лагерным, сформировавшим мировоззрение писателя, его политические и религиозно-философские взгляды, крепло в течение всей последующей жизни. У Полякова лагерного опыта, по счастью, не было. Да и как человек, родившийся в совершенно иную эпоху, на 36 лет позже, чем Солженицын, он не мог воспринимать мир так же. Сложные, по его же собственному признанию, отношения с советской системой не были враждебными. Напротив, в социалистическом проекте писатель увидится большие возможности, трагически нереализовавшиеся в результате комплекса исторических причин, в том числе и случайных, обусловленных субъективными обстоятельствами. Лагерь дал Солженицыну твердую религиозную веру и помог разочароваться в собственных ошибках и заблуждениях. Вспомним, например, как сам писатель описывает в Архипелаге или в Круге презрение молодого офицера к тем, кто не носит погон со звездочками, и как стыдится потом своего зазнайства. Этими объясняется знаменитое и, казалось бы, необъяснимое высказывание, завершающее Архипелаг Гулаг, благословение тебе, тюрьма. Что же хорошего в тюрьме? И может ли дать лагерь позитивный опыт? В этом вопросе коренится причина непримиримых противоречий между Солженицыным и Шаламовым, полагавшим, что положительного опыта лагерь дать не может лишь полное духовное рассление. Может, был уверен Солженицын. Если бы ни арест, ни лагеря, ни тюрьма, то Солженицын непременно стал бы писателем. Но каким писателем? Советским писателем. Сама мысль об этом была для него страшена. Он создал как минимум два образа советского писателя. Один из них поражает пустотой и отсутствием творческого начала, которое восполняется сервильностью, способностью выполнять социальный заказ. Таков писатель Галахов из романа «В круге первом». Другой создан в двухчастном рассказе 90-х годов «Абрикосовое варенье». Там в образе безымянного советского писателя угадывается Алексей Толстой. Он глух к чужой боли, с увлечением изучает протоколы допросов, когда испытаемого на дыбе вместе с подноготной правдой вырвались такие словечки и выражения, которые иначе и не услышишь. Ни боль обреченного находит он в пожелтевших свитках, но замечательные языковые находки. Также он глух и к письму некоего Федора Ивановича, раскулаченного, взывающего о помощи обессиленного человека. Его интересуют лишь особенности языка, такие выражения, что и писателю завидно. Тюрьма спасла Солженицына от пути советского писателя равнодушного, ищущего неправды, но царской ласки. Отталкивание от образа советского писателя, от его поведенческих моделей, от неизбежной сервильности, от советских тем и даже от советских стилевых тенденций заставляет Солженицыной создавать свой собственный образ, формировать свою репутацию и даже языковую маску. Однако в результате целенаправленных усилий оппонентов Солженицыной сложился миф о нем как о затворнике, страшном архаисте, монархисте, реставраторе древнерусских языковых норм, способном писать, лишь заглядывая в слова вдаля. В повести Демгородок общие черты мифологического портрета Солженицына Полякова создает в фигуре великого изгнанника Тимофея Собольчанинова, вернувшегося в Россию по убедительной просьбе Избавителя Отечества, который тут же поселил писателя в горках Собольчаниновских. Однако еще из изгнания Собольчанинов присылает на родину книжку «Что же нам все-таки надо бы сделать?» Название которой пародирует название статьи Солженицына «Как нам обустроить Россию» Поляков создает комичную языковую маску, включающую неологизмы, прикидывающиеся архаизмами, искнутованная держава, заназлевая боль, ненастяжимые перерывы в работе. Когда адмирал Рык задумывается о реставрации монархии, он получает из горок Собольчаниновских факт следующего содержания «У царя царствующих много царей. Народ согрешит царю молит, а царь согрешит народ не умолит. Царь от Бога пристав». Выдержки из статьи «Царь Славаря Даля» производит на Избавителя Отечества такое впечатление, что он принимает решение о реставрации монархии. Михаил Голубков, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой истории новейшей русской литературы и современного литературного процесса филологического факультета МГУИМ. МВ. Ламана Сова, научный руководитель семинара «Хахавек как литературная эпоха». Новая книга известного литературоведа Михаила Голубкова Юрий Поляков «Контекст», «Подтекст», «Интертекст» и другие приключения текста имеет под заголовок «Ученые, и не очень, записки одного семинара». Книга представляет творчество писателя Юрия Полякова в литературном контексте последних четырех десятилетий. Самые разнообразные приключения его текстов составили литературоведческий сюжет издания. Литература всегда диалог, сложное взаимодействие между книгами, современными и давними. В этом диалоге происходит накопление смыслов, которыми обладает художественный текст. Диалоги с произведениями Я. Солженицына, Ю. Трифонова, представителя Московской школы В. Маканина рассматриваются как приключения художественных текстов Ю. Полякова, ведущая к превращению их в гипертекст и обретению ими качеств интертекста. Эти приключения художественных текстов исследовались в одном из семинаров, работающих на филологическом факультете Московского университета под руководством автора этой книги. Его участникам было интересно следить за неожиданными поворотами сюжета, который выстраивает сама литература, соединяя несоединимые, казалось бы, репутации и имена. В результате эти веселые студии отразились в ученых, и не очень, записках одного семинара. В 2004 году по инициативе Юрия Полякова на логотип старейшего российского культурологического издания вернулся профиль М. Горького, при поддержке которого в 1929 году был возобновлен выпуск ЛГЭ. ЛГЭ поздравляет Юрия Полякова со 65-летием и желает новых творческих свершений.